Эта конструкция, собранная из легких соломинок, алюминиевой фольги и тонкой проволоки, называется илонолетом или лифтером. Фольга охватывает ее по периметру, а проволочка диаметром 1,1 мм натянута над фольгой в 3 см над ней. Проволочка и фольга выполняют роль рабочих электродов. Через тонкие провода они подсоединены к положительному и отрицательному выводам высоковольтного источника. Включим источник и начнем постепенно увеличивать напряжение. И когда оно поднимается до 19 кВ, и аналет взлетает и парит в воздухе. Чтобы его не уносило в сторону, он удерживается над столом тремя легкими нитями. Максимальное напряжение, которого нам удалось достичь в этом опыте, составляет 19,5 кВ. При этом ток достигает предельной величины 200 мкА и срабатывает отсечка источника. Если поднести руку под ионолет, ощущается движение воздуха, отбрасываемого этим электростатическим двигателем вниз. Получается, что ионолет работает как своеобразный прямоточный реактивный двигатель, создающий направленную вниз струю воздуха. Ионолет взлетает, когда создаваемая сила тяги превышает вес его конструкции. Да, кстати, а что будет, если мы поменяем полярность подключения проволочки и фольги? Может быть теперь воздушная струя будет направляться вверх и прижимать ионолет к столу? Ничего подобного. Ионолет взлетает и при таком подключении. И реактивная струя опять направлена вниз. Работа этого устройства основана на эффекте Бильфельда-Брауна. Когда на электроды ионолета подано высокое напряжение, напряженность электрического поля вблизи тонкой проволочки эмиттера достигает столь больших значений, что на проволочке загорается коронный разряд, в котором происходит самоподдерживающаяся ионизация молекул воздуха. Возникающие ионы движутся в электрическом поле от эмиттера к коллектору, а достигнув коллектора, нейтрализуются на нем. По пути эти ионы постоянно сталкиваются с нейтральными молекулами воздуха, увлекая их за собой, за счет чего образуется направленная воздушная струя. А теперь разберемся, за счет чего ионолет движется вверх. Между эмиттером и коллектором находится ионное облако, имеющее такой же заряд, как у эмиттера. Поэтому эмиттер отталкивается от этого облака, а коллектор притягивается к нему. Эти силы и приводят ионолет в движение. Если поменять полярность эмиттера и коллектора, ионный ветер будет создаваться не положительно, а отрицательно заряженными ионами, но направление сил останется прежним, ведь теперь эмиттер снова будет отталкиваться от ионного облака, а коллектор снова будет притягиваться к нему. Чтобы выяснить, как связаны между собой напряжения на источнике, протекающий по цепи электрический ток и подъемная сила ионолета, мы построили стендовую версию этого устройства. На этой раме опять натянуты проволочка и фольга, только теперь проволочка стоит под фольгой, и воздушная струя будет направлена вверх. Установка стоит на весах, с помощью которых будет измеряться сила тяги. Ток в цепи измеряется с помощью мультиметра, работающего в режиме микроамперметра. Меняя напряжение на источнике, построим графики интересующих нас зависимостей. На первом графике представлена вольт-амперная характеристика электрической цепи ионолета. Коронный разряд загорелся при напряжении около 5 кВт, а при дальнейшем увеличении напряжения ток в цепи рос все быстрее и быстрее. Когда напряжение достигло 18,5 кВт, сила тока достигла величины 200 микроампер и сработала отсечка источника питания. На втором графике показано, как сила тяги и налета зависела от величины протекающего по цепи тока. Как и следовало ожидать, эти две величины пропорциональны друг другу. При увеличении тока в два раза сила тяги тоже увеличивается вдвое. Если бы отсечка нашего источника составляла не 200, а 400 микроампер, предельная тяга ионолета увеличилась бы в два раза. И он мог бы поднять не только свой вес 1,5 грамма, но еще и 1,5 грамма полезной нагрузки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова